Социальная газификация. Это понятие хорошо знакомо жителям более 2800 сельских населенных пунктов Московской области, которые за последние пару лет провели в свои дома голубое топливо на очень льготных условиях. Программа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах реализуется по поручению президента. Наличие в доме газа – это комфорт, удобство проживания, да и просто элементарное требование современной жизни. Маленьким чудом назвал программу соцгазификации губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, в конце прошлого года он анонсировал, что в регионе рассматривается вопрос включения в программу садовых и дачных кооперативов СНТ и ДНТ. Дачников это, конечно, приятно взбудоражило, однако и озаботило. Чтобы чудо для них стало тоже возможным, необходимо выполнить ряд условий. И одно из основных – не меньше половины садовых домов в товариществах должны быть оформлены как жилые. Этот вопрос был впервые озвучен на декабрьском итоговом семинаре районного союза СНТ. А более детально его рассмотрели на днях на заседании круглого стола, который провел депутат областной думы Владимир Шапкин. Нам, дорогие уважаемые коллеги, уважаемые гости, предстоит за год, немало, немного, перевести 10,5 тысяч садовых домов в жилые дома. И это по-другому. Мы, госпредставители газового хозяйства, скажут, что если не будет жилых домов, они даже проектировать не будут. Председатель Союза СНТ Анатолий Штоколов предложил сделать дорожную карту, в которой определить порядок действий. В этом нужна помощь организаций, которые будут задействованы в реализации проекта. Компании Мособлгаз, БТИ, Росреестра и других. Их представителей пригласили на круглый стол, и каждый рассказал о своих полномочиях. Начнется процесс заполнения опросного листа в БТИ. На основании этих данных на участок приедет кадастровый инженер. Если законодательно садовый дом может поменять статус на жилое строение, владелец оформит в БТИ заключение, обратится с ним в местную администрацию, а она в Росреестр для регистрации дома. Пока программа соцгазификации СНТ не обрела статус нормативного документа, Мособлгаз может газифицировать дома садоводов только на своих условиях. Но кое-какие подсказки на будущее представитель компании дал. Например, что делать, если дом не соответствует техническим условиям его газификации. Да, это действительно проблема существует. Но на сегодняшний день с чем она связана? То есть невозможность соблюсти нормы по установке газоспользующего оборудования внутри садового дома. На сегодняшний день есть техническое решение этой проблемы, установка котла внешнего размещения. То есть фактически котельную никакого не нужно делать. Котел монтируется на фасад здания, либо на специальной стойке. И соответственно вам уже не нужно делать ни вент-каналы, ни дымоходы. От этого всего как бы уходят. Подводя итог совещания, Владимир Шапкин попросил правление Союза садоводов подготовить списки очередности подключения СНТ к газу на льготных условиях. А все заинтересованные организации максимально содействуют в подготовке к социальной газификации по всем позициям. Газификация – это один вопрос, а постановка на учет и регистрация – это другой вопрос. Он тоже очень важен. Многие хотят это сделать, но сталкиваются с проблемами. Чтобы помочь в этих проблемах, мы как раз сегодня и попросили наших коллег быть на связи и оказывать помощь.